Церковь Пороскевая Пятница Местность, где располагались храмы Пятницкого прихода, издавна в Ярославле, назывались «Таборы». По преданию, в 1612 году здесь лагерем стояли дружины Дмитрия Пожарского и Казьмы Минина, собравшиеся для освобождения Москвы от войск Лжедмитрия. Облик каменного, холодного, одноглавого храма во имя живоначальной Троицы сохранили фотографии. Он был построен на средство прихожан в 1730 году. Архитектура была навеяна мотивами украинского барокко. Над четвериком – восьмигранный объем, ротонда, увенчанная невысоким барабаном с головой. Храм Пороскевы Пятница был построен в 1747 году на средство прихожан. Иконостас и утварь были приобретены на средство ярославского купца Егора Семеновича Горошкова. В Ярославле прошлого века меценатство и благотворительность были хорошим тоном среди купечества. Во многом стараниями этого класса хорошели и украшались храмы. В середине XIX века Пороскеве активно помогают церковные староста, купец первой гитери Александр Дмитриевич Топленинов. В числе прихожан храма было немало известных дворянских родов – Андроновых, Обрезковых, Бартеневых, Корякиных, Нелидовых. С XVIII века мещанцы Рейщиковых, Горошковых, Оловенишниковых. К началу XX века в Пятницком приходе более тысячи прихожан рабочий лесопильного завода Жакова, колокололитейного завода Оловенишникова, табачной фабрики Дунаева, свинцового завода Сорокина, где один из сезонов работал будущий журналист Гилеровский. Этот храм удивительным образом повторил судьбу самой святой мученицы, целительницы душевных и телесных недугов. В 1918 году община оставлена без средств существования. В 22-м храм ограбили, в 31-м службы прекратились. В Пятницкой церкви устроили соляной склад, использовали как общежитие и спортивную базу. XX век напоминает о себе проступающий до сих пор на стенах солью. Во время реставрации открылись настенные росписи, их восстановили, частично понавили ярославские мастера во главе с Чижовым и Крыловым. На фресках страдания прекрасной христианки Пороскевы, которые мучили и терзали, однако ангел чудесным образом исцелил ее. Так и церковь подвергали истреблению, усекли главу, однако истина воссияла, как и сам храм. Святая обычно изображалась в красном махфоре, с крестом в руках. На старых северорусских иконах Пятницу часто писали на обороте образа Богоматери. Иконописцы обыкновенно изображали мученицу суровой подвижницей, высокого роста, с лучезарным венком на голове. Резной иконостас выполнил Валерий Сорокин из монастыря под Ростовом. На работу его благословил архимандрит Сильвестр. Все от начала до конца выполнено одними руками, даже брусы доски Валерий сушил в собственной русской печи. Сам придумал проект, нарисовал. Почти два года, борясь с искушениями, переживая болезни, трудился, не покладая рук. Работал несуетно и радостно под музыку. Иконостас в творческой жизни мастера второй, а в Ярославле в 2002-м стал первым. Первая служба состоялась 14 октября 1995 года. Храм пришла 25 лет назад, пришла нечаянно. У меня тут жила сестра рядом, и я к ней зашла, а потом пришла в храм. Стала ходить и ходить. Так вот до сих пор и хожу. Другой храм, никуда не хочется идти. Привыкли уже здесь, столько лет, все уже знаем, все родное знакомство. 12 сентября 2007 года состоялось особое торжество. Архиепископ Ярославский и Ростовский Кирилл осветил обновленный храм. Главный престол и южный предел, как и в прежние времена, во имя мученицы Параскелы Пятницы и князя Александра Невского. А северный теперь посвящен Святой Матроне Московской. В день съемок как раз привезли резной иконостас к нему. В храме всегда очень много дел, очень много дел. И внутри храма, территорию вы нашу видели, за ней ухаживать надо, сажать, как говорится, косить, убирать, сгребать. Вот буквально в сентябре вот нас вот тоже мы привезли, 15 елочек посадили на территории. Они еще маленькие. Вот. Будем смотреть, как будут подрастать эти самые все дальше. В храме много чтимых икон. Архиепископ Лука в необычной иконографии в белом халате, а не в облачении. Конечно же, сама Параскева на аналое в ризе в центре храма. Матронушка с частицей мощей. Святой теперь посвящен отдельный престол. И вышитой прихожанкой образ преподобной Пелагеи. Отрадно, утешительно и молитвенно. Так говорят участники крестного хода о своем паломничестве. В июне Казанский открывает череду крестных шествий области. По обычаю, первая остановка в Калачной Слободе. У храма Параскевы пятницы. Здесь отдых и угощение. Мы готовились заранее. Обращались к прихожанам. Они очень хорошо отозвались. И так сегодня нас засыпали всякими своими пирожками, блинами, оладьями. Но мы даже сами не ожидали, как они вот так откликнутся. Этими общими молитвами жителей нашей земли Ярославской я уверен и верю, что Матерь Божия покроет нас от всяких зла, от всяких искушений землю Ярославскую. Великий смысл крестных ходов именно в этом соборной молитве под предводительством святынь земных, призывающих небесные. А для православных большое утешение в том, что чудотворный образ приходит к их домам. Большим событием в жизни прихода стало строительство новой колокольни по проекту архитектора Лидии Ивановны Русаковой, которая смогла восстановить облик прежнего сооружения. Колокольня была построена по проекту губернского архитектора Андрея Достоевского в середине XIX века. Наше телевизионное паломничество закончилось. Встретимся в следующих сериях документального проекта Городского телеканала «Храмы Ярославля». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова